Вопросы благоустройства, дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Благодаря формату выездной администрации свои проблемы удалось решить более 50 жителям поселка Дрожжино, села Булатниково и новых микрорайонов, пришедшим в образовательный центр «Успех», где была организована встреча. У нас ко всем службам есть вопросы. В частности, сейчас мы с Квасниковой Татьяной Юрьевной решали вопросы возобновления работы ФАП. В Булатниково у нас проживает только зарегистрированных 511 человек. В реале живут порядка 2000 человек. Вокруг нас находятся граждане СНТ в достаточно большом количестве, а никакой первичной медицинской помощи мы не получаем. Мы обращались с вопросами недостроя, то есть недостроена социальная вся инфраструктура, детский сад, школа, поликлиника. Мы обращались по поводу улучшения дорожной ситуации, то есть организации дорожного движения, въезда в этот микрорайон. Больше всего интересовало депо пожарное, которое было обещано, но так как с ковидом ситуация, которую вы знаете, тоже оттягивалась. Сейчас мы услышали, что во втором полугодии начнется строительство за счет бюджета Московской области, и нас это обрадовало. Некоторые вопросы были решены на месте, другие требуют детальной проработки в ближайшее время. В процентах, наверное, 85 или 90, я не знаю, уж не буду точно говорить, но это решение здесь на месте, да. Оно, конечно, не там с завтрашнего дня, какие-то есть прям буквально вот сейчас позвонили, или там заявление в полицию написали, и уже коллеги начали отрабатывать. А что-то, конечно, имеет какую-то среднесрочную перспективу. Побывал на мероприятии и пообщался с жителями на волнующих темы депутат Московской областной думы Владимир Жук. Не надо никуда записываться, договариваться. Пришел и тут же получил консультацию. Может быть, даже некоторые документы уже можно начать оформлять здесь. Но обращаются с самыми разными проблемами, насущными. Все разбито в направлении, каждый стол сидит человек, который отвечает за именно эту сферу, и дают компетентный ответ. После приема начальников управления и служб с местным населением встретился временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Каторов. Вопросов в Ленинском городском округе много. Здесь много жилищного строительства у нас с вами идет. Многие люди покупают здесь жилье, приезжают сюда жить. Много строится и дорог, и социальных учреждений. Но постоянно я слышу о том, что не хватает социальных учреждений. То школы, то детского сада. В основном это связано с теми микрорайонами, где были недобросовестные застройщики, которых пришлось подхватывать и доделывать жилые дома. Станислав Каторов во время открытого диалога ответил на многие наболевшие вопросы жителей. Например, о дальнейшей судьбе образовательного центра Горки. Когда же школа наконец откроется? Второй вопрос. Какой будет формат обучения? Будет ли там функционировать полноценная школа? От начальной школы до средней школы? Или там будет что-то узкопрофильное? Мне важно понять сейчас для принятия решений по данной школе, что хотят наши жители и что мы можем предложить в ответ. Удобный формат мероприятия дает возможность людям быть услышанными. Без внимания не остается никто. Все обращения зафиксированы и взяты под контроль. Встречи с населением в формате выездной администрации проходят в округе на постоянной основе. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.